Сегодня я буду рассказывать, во-первых, я буду рассказывать про как не сойти с ума, а опыт у меня в этом дрянь большой, потому что я уже сошла с ума и теперь моя ручка уже на месте. И, собственно, я рада, что я первый человек в этой секции, который действительно занимается контролем качества, и я думаю, это все будет здорово. Немного по мне. Сейчас я работаю в УМИТе, я руководжу в отделом качества, помимо этого я преподаю тестирование в металлогии. Так что, в общем-то, немножко про мою карьеру. Мой опыт может кому-то показаться небольшим, но он довольно серьезный, потому что первые 4 года своей карьеры в тестировании я работала в мою группу, я работала в почте, руководила там отделом. Потом, собственно, я попробовала маленькую компанию, маленький статак, потом я поменял еще одну работу, еще одну работу, попробовала все, и вот теперь вот я в УМИТе, и совершенно этому счастлива. Наша компания довольно необычная в плане контроля качества, про это я буду тоже сегодня рассказывать. Ну и, помимо этого, я работаю еще на фрилансер, потому что двух работ у меня слишком мало. Собственно, сегодня я хочу рассказывать две небольшие такие части. Первая часть, она пашет для тех, кто не работает в контроле качества, потому что я все-таки думаю, что стоит быть немножечко кивинилистом именно контроля качества, а не просто тестированные. И я считаю, что это очень важная вещь. Я постараюсь разбить, так сказать, обоскалывая фактов четыре основных всех дериотипа, которые я знаю, которые лично мне особенно нравятся, которым я сталкиваюсь максимально часто. Во-первых, я расскажу, собственно, почему тестирование и контроль качества – это не скучно. Во-вторых, я расскажу, собственно, чем отличаются контроль качества от тестирования. Я думаю, многие, кто здесь тестировщики, знают, что есть пастер-разработчика, и чем отличается тестировщик, а специалистам контроль качества, скажут «Ну эээ». В общем-то, все. И, помимо этого, собственно, опять же, ужасная-ужасная вещь, что тестирование – это простой способ войти в IT. И это, конечно, расстраивает, это немножечко все-таки умышает наш рейтинг в профессии и рейтинг в нашем вообще в IT. И это, конечно, тоже печально. Конечно же, первая часть наша – это про то, что когда вы слышите про разработчиков, в принципе, так мифы, фильмы, кино и сериалы, а так все, что разработчики – это такие творцы. Они сидят, у них красивый кот, они делают творчество. Они творческие, серьезные люди, у них интересные задачи, у которых не останавливают. Ну, кроме Coffee View, конечно, и т.д. с б.д.д. Но это все такое. И, в общем, каждый раз я слышу разработчиков, которые работают со мной в одной компанией, типа, «Слушайте, вы такое дело, слушаю, фигню, вы вообще как-то не сходите с ума». Но мы как-то вот не сходим с ума. Я как раз хочу рассказать, что да, я не спорю, действительно работа разработчиков очень творческая, очень интересная, это создание чего-то нового. Но если вы спросите меня, кто такой настоящий специалист, контролирует качество, я скажу что-то благопришиво. Потому что вам надо постоянно шандалировать всем. Вам нужно и протестить новые фичи, и протестить старые баги. Правильно с этим вам нужно объяснить, что вы не можете протестить суперфичи в один день. Вам нужно для этого месяц и т.д. и т.д. Присходит это постоянно. Я еще, например, не видела особо разработчиков или аналитиков, которые приходят с решательствами и задачами. И поэтому мне кажется, что стоит и нам, тестировщикам, рассказывать об этом всем участникам наших процессов. И помимо этого хочется знать, что я очень надеюсь, что я послушаю тех, кто не работает в контроле качества, и проникнусь в тем, что сколько много делает тестировщик. И отдельно хочу заметить, что часто бывает в компаниях так, что тестировщики не делают кучей слов, что я буду рассказывать, просто потому что они знают, что все им все равно, а всем часто все равно. Собственно, вторая часть. Что же все-таки такое контроле качества? Что такое тестирование? До этого вы передо мной как раз рассказали немножечко про то, чем занимается в принципе тестирование. Так вот, если говорить просто про обычный тестировщик, то это скорее что-то, это скорее только часть, или джинниор, или что-то такое. То есть это просто специалист, который принимает участие в тестировании. Компоненты и системы. И это вот цитаты за CQP, сертификация. А специалист по обеспечению качества, он занимается и фига всего. Он делает и контроле качества с самого начала, когда еще и пример нету, даже требуем. То есть, когда пришел менеджер и сказал, а давайте сделаем вот эту фичу, то же самое тестировщик может прийти и сказать ему, давайте мы будем это делать, потому что мы это делали три месяца назад, и в прошлый раз не прокатило их это сделать, то же самое опять. Зачастую никто, кроме специалистов контроля качества, говорит, что это не будет. Да, конечно, есть классные компании. Я уверена, представители этих компаний сидят здесь, и сейчас я их даже немножечко вижу, где есть бизнес в политике, где есть продуктовый менеджер, где есть менеджер, где есть менеджер, которые отвечают за оплаты, за продвижение новых фич, до новых менеджеров. Но есть компании, как моя, например, где нет этих людей, есть компании, где стартапы, где именно специалист по контролю качества может выполнять все эти задачи инновременно. Как правило, да, никто не просит это делать, он делает сам за себя, потому что его победит дико за качество. Я как раз стараюсь делать так, что в моей команде все знали специалисты, что они могут сказать свое резкое слово, как внести до всех, что либо нам нужны автотесты, либо мне нужны, если они правда не нужны, а их сейчас можно загадрять и так далее. Собственно, как раз суперпростая иллюстрация, что такое тестинг, что такое плакту, чтобы совсем уже все запоняли, что тестинг – это большая часть процесса плакт-сошлини и само же контролю качества. И еще немножечко про это. Опять же, простой пример, как понять в вашей компании, например, чем отличается специалист по контролю качества от просто тестировщика. Собственно, суть главная. Специалист по контролю качества, на мой взгляд, естественно, это не единственный вариант писать его, но на мой взгляд, очень важно, что он специалист по контролю качества хочет предназначить проблему, еще тогда, когда ее не возникло. То есть, например, если он видит, что в ТЗ написана какая-то муть, которая потом все сломает, он не ждет, когда разработчик все это сделает, получит на ответ, все пройдет в крест, и он протестит, отправит тазовку назад словами, а у вас будет пакет. Вот это мне хорошо, так делать и надо. Если вы можете сказать, что разработчик, что там будет пакет, надо сказать ему заранее. Ну и, соответственно, все остальное, то есть, это фокусные процессы, которые помогут вам все предотвращать, и комплексный подход. Собственно, по этому, я как раз всем советую, и тем, кто уже не работает в ТУЕ, и те, кто еще не работает и просто реально где-то, и те, кто еще не знает, нужны ли лингвейные проекты или нет, очень советую давать разработчикам больше воли, больше свободы и больше не служат, на самом деле. Ну и, собственно, на тему того, что скучно и леонообразно, я нашла прекрасную картину, которая, на мой взгляд, очень хорошо показывает тем, кто не работает в тестировании, чем, в принципе, занимать сессировщик каждый день. Я не говорю, что все писательные дипломы это делают каждый и каждый день. Ну вот, это говорит о том, что у нас огромное количество и хардский лог задействованных, и софтский лог, и пообщаться, и доказать что-то, и доказать свою точку зрения, и происходит каждый день. Ну и, соответственно, разные виды тестов, разные методики, все такое. В принципе, как раз его творчество, это очень важно именно у нас. Ну и, как всегда, в IT в IT. Каждый раз, когда я как человек, который ведет курс по тестированию, я как человек, который ведет открытые занятия по тестированию, говорю, что это самый популярный вопрос. Постоянно подходят и говорят, скажите, пожалуйста, я хочу в работе в IT, мне идти в тестирование. Да, мне все говорят, что надо идти в тестирование. Так вот, мой ответ. Мне надо идти в тестирование, если вы хотите попасть в IT. Почему? Я могу объяснить, почему. Потому что вы можете попасть в IT, даже если вы не хотите этим заниматься потом. То есть вы думаете, что я попаду в компанию, а дальше разберусь на месте. Так что я не попаду в программисты или автопейстеры, или еще куда-нибудь. Так вот, вы попадете в эту компанию, скорее всего, да, действительно, если вы учитесь, то можете попасть на джума. Но вот чтобы развиваться дальше, вам понадобится огромное количество сил, энергии и желания развиваться в этой сфере. Вы не сможете развиваться в этой сфере, как хотя бы помегла. Если вы не хотите это делать, то надо учиться именно на сиропщике, именно на специально-контрольном качестве. Поэтому можно, конечно, попасть, но мне не нужна эта хорошая идея. Именно что ради тестирования, ой, ради не тестирования. Ну и, собственно, небольшое еще такое отступление от тела. Я знаю прекрасно, что очень актуальная, очень популярная сейчас штука – это автопесты. И очень многие говорят, как сказано, какой скандатный миф, я думаю, все его тоже слышали, что зачем идти в тестирование, зачем заниматься учними тестирования, зачем заниматься всем вот этим остальным, что не автопестами, потому что тестировщики скоро будут не нужны, потому что их заменят тесты. Во-первых, кто-то и должен со мной писать. Во-вторых, кто-то должен думать, что здесь делать. А в-третьих, все-таки я бы сказала, что самая большая экономическая банка, в которой мы прямо находим в проектах – это проблемы негода, это проблемы логики, это проблемы несогласованности, проблемы отсутствия ТЗ и прочее прочее. То есть это проблемы недопонимания. Я, если честно, не уверена, что автотесты могут помочь нам с проблемами, которые были качественными, недопониманием и объяснением, что вот, например, в сапонке или школу постоянно найдут где-то проблемы, давайте их починить. Автотесты не помогут с этим. Ну и, собственно, еще такое небольшое флософское вступление. Я часто слышу, что профессия тестировщика – это профессия для тех, кто любит скучную анатонную работу и вообще это низкоприфицированный труд. Это такие люди, которые сидят на заводе и клепают банку. Так вот, я вам скажу очень интересную вещь, особенно разработчики, которые здесь сидят. Еще пятьдесят лет назад работа программисты считала жильцким некоффициентным трудом для понимания гретян и молодых женщин, потому что это было слишком просто. Но когда начали платить, когда-то разработчиков стало слишком много, и тут незаконно появились мужчины, это стала мужская сложная профессия. Так вот сейчас, на мой взгляд, мы как раз с вами проходим этот самый путь, когда мы понимаем, что профессия теста по качеству, она уходит от суперпостойной квалифицированной работы к чему-то очень сложному, очень космическому. Я очень надеюсь, что так и будет, потому что я очень люблю нашу профессию. Мы будем, собственно, закончить эту часть, наверное, мою любимую дистанцию из Байкла Путна. Я очень крутой инвестировщик, очень нибудь, евангелист, «Слез контрибуле качества». Собственно, она как раз, мне кажется, заключается вопрос, почему профессия классная. И моя любимая дистанция – это как раз то, что мы отвечаем на вопросы, которые еще не были заданы, и мне кажется, что это никак не может назваться чем-то скучным, банальным и монотонным. Потому что мы философы, правда, в сфере – мы борцы. Но продолжим немножечко о нашей второй части. Даже немножечко, я тут побольше-то не расскажу. Многие из вас уже работают специалистами по качеству, многие из вас просто не работают ими, но понимают, что у них кризис отношений. Знаете, кризис отношений – это три года, пять лет – десять. Так вот, мне кажется, что все-таки в нашей профессии тоже есть такой кризис отношений, когда вы понимаете, что у вас проблемы с вашей работой, когда вам это додело, и даже если раньше вам казалось, что у вас потрясающе интересное и замечательное, то вам скучно. Вы понимаете, что делать одну и ту же длину каждый день. Даже если вы делаете все, что было на той прекрасной картинке, то вы понимаете, что вам просто скучно. Вы думаете, может, уйти из профессии, может, уволиться, может, поехать выращивать пчел, как мой лучший коллега, но нет. Есть несколько вариантов, и я вам их расскажу. Какие из вас не смог показаться неожиданными, какие-то могут показаться совершенно банальными, но я знаю точно, что каждому покажется что-то новое правильное. Ну и, собственно, давайте начнем. Я думаю, каждый из вас слышал в собеседовании этот ужасный сложный вопрос, с кем убить себя через пять лет. Либо в нашей компании, либо вообще. Я думаю, что все-таки иногда стоит задавать себе этот вопрос, если вы поняли, что вы в тупике. Вы должны честно всегда спросить, что вы видите, кем вы видите себя через пять лет. Или хотя бы через три года. В общем, что вы хотите, потому что… И причем я сейчас говорю даже не про то, кем вы хотите работать. Ну, например, я хочу быть менеджером или я хочу быть автотестером. Нет. Я говорю, что вам важно ответить на вопрос, что вы хотите в своей жизни. Потому что, если кто-то из вас, например, хочет домик в море и работать в море, то вы можете подумать, так, я хочу, например, на Кипр, как вам знакомы. Вы можете решить, что вам нужно сделать, чтобы работать с дровщиком на Кипре и так далее. Ну и, собственно, про это. Схема, которая, на мой взгляд, самая универсальная, если вы хотите добиться чего-то нового и хотите, например, остаться на том же месте. У нас тоже два. Во-первых, сначала стоит понять приоритеты и интересы. Опять же, домик в деревне, получать огромное количество денег, руководить стать человеками. Это все классные цели. Они у всех разные. Во-вторых, если вы уже поняли, что вы хотите, вы должны посмотреть, что на рынке требуется для этой профессии, сделать некоторый учет, что будет дальше. Ну, то есть, например, языки программирования разбиваются и так далее. Изучить потребностирование. Как это хэфф-хаттеры, ликвидит, все вам в помощь. И дальше развиваться все это время к той цели, которую вы хотите. То есть, если вы хотите, например, переехать, вы должны сдать ту же самую сертификацию и так далее. Ну, и после этого, если все будет хорошо, если вы передумаете, можно применяться в работе и начинать это, так сказать, при главном, когда вы хотите пройти новые пять лет. Ну, или два, или три года. Если мы уже поговорили с вами немножечко о том, как вам надо учиться, потому что если у нас есть какая-то цель, и эта цель не быть десять лет беглом, то вам стоит подучиться. Подучиться тоже варианты разные. Во-первых, если вы хотите все-таки уйти в что-то более сложное в техническом плане, то куча вариантов развивать свои hard skills. Учиться в программировании, учиться какими-то негреческими штуками и так далее. Это очень здорово, очень важно. В конце концов, вы можете выучить языки. Я сейчас говорю не только про программирование, но и вообще языки. Второй вариант – это развивать soft skills. Например, я могу сказать с вами в личной методе, что я в какой-то момент поняла, что я хочу больше руководить, более заниматься моего рабочей работой, и мне очень помогло в этом сходить на курсы по материальной мотивации. И я после этого вышла из какого-то очередного приказа тяжелой депрессии в работе. Я понимаю, что я просто не знаю огромное количество всего. На самом деле, я вам очень советую, если в вашей компании или в ней есть какие-то курсы, или вы можете такие делать, чтобы вам заплатили, сходите на какой-нибудь курс, который совершенно не связан с тем, что вы делаете. Иногда это очень бодрит и узнаете что-то, что вы не ожидали даже. То есть, если вам всегда казалось, что это очень скучно, это может оказаться очень интересным. Никогда не знали, что кажется интересным. Ну, это очень хорошая связь. Ну, и понимаем, это сертификации. Я решила вынести их отдельно, просто потому, что не забывайте про них. Иногда это очень полезно. И я сейчас говорю даже не только по сертификации конкретно протестированным, может быть, что-то реально. Это тоже бывает интересным. Мне полезны приземления, кому еще сертификат не мешает. Ну, и о способах развития. Естественно, всем они подходят разные. И если вам кажется, что юридичное развитие через лекции и всякое такое неинтересное, попробуйте какой-нибудь другой формат. Потому что, например, когда я очень много читала книжки, я поняла в какой-то момент, что это ужасно скучно. Мне не могу, мне нужно какие-то примеры, мне нужно делать. Я хочу что-то пробовать новое. И вот сейчас я как раз включу новый язык программирования, и мне это очень радует. Потому что я понимаю, что вроде я уже 6 лет тестировала, мне кажется, вискартирую очень много, но я как чувствуюсь чем-то настолько новое, и чувствую себя немножечко опять же новым. Это опять же очень весело, опять же очень интересно. Но, естественно, для всех. Ну и специализация. Это очень интересная часть. Я знаю, что мне многие по этому пора, но я очень советую. Честно скажу, это вот личный мой совет. Во-первых, куами-так. Куами-так бывает разным. Потому что я знаю, что если спросить любого человека почти, что входите ли вы на куами-так, там скажут, ну блин, там все такие занудные. Согласна, в большинстве очень зануды. Помирить можно со скуки. Даже я помираю. Но куами-так, где все собираются в барик, и обсуждают эстет. Это бывает веселее. Но там, когда все находятся, могут сказать вам столько интересной информации, что я вам очень советую попробовать сходить. То, главное, не пиваться первым. Второй вариант. Профильные конференции. Ну, как люди, которые сидят в конференции, я думаю, вам про это рассказывать не надо. Но, если вы руководите командой, то советую про это особенно внимательно почитать. Потому что, например, много из этого можно применять для своей команды. Опять же, материальные инфляции и все такое. Ну, как-то надо и только себя поддерживать, но и других. Собственно, помимо этого существуют какие-то телеграм-каналы. Я уверена, что у знакомойщиков они тоже есть. Но я туда не захожу, потому что это очень сложно. А у тестировщиков очень здорово. Во-первых, вы каждый день читаете кучу всего мужа. Вы узнаете, как работать с другими компаниями. Вы участвуете в куче срачей. А все мы знаем, что когда ты участвуешь в сраче, ты хочешь аргументировать свою позицию. Ты хочешь доказать, что твое мнение правильно. Очень часто бываешь, пока ты доказываешь кому-то свою позицию, ты сам объясняешь себе что-то. Ты понимаешь, что ты что-то возможно делаешь неправильно. А что-то, наоборот, правильно. Ну и, собственно, тестофоны и хакатоны. Тестофоны бывают в России довольно редко, но я думаю, что стоит все-таки на них ходить, когда они бывают. Это бывает очень интересно. Потому что, опять же, челлендж, он всегда полезен. Дальше, общение с томатой. Это кажется очень банальным, очень скучным, потому что, ну, естественно, общаюсь с компанией, но я сейчас говорю про это. А я говорю про то, что я, например, получила уже третью свою команду, если вы что-то прочитали классное, или посмотрели, или что-то, скиньте чат, пожалуйста. Это очень важно. Потому что очень многие думают, что они прочитали какую-то глупую статью, все остальные про это уже знают, и лучше не позволить. Так вот, лучше позволить. Потому что, как правило, бывает так, что, даже если ты работаешь уже очень много лет, ты можешь вот это просто забыть, нечесть, или какие-то бывают у всех белые пятна. Это печалька. Ну, и о печальке. Про секретные ситуации мы не имеем. Я хочу сказать, что это не надо. Во-первых, нужно веселиться на работе, потому что, ну, знаете, бывает, когда работа за работой скучно, вот некоторых компаниях там поступить нельзя. А эта печаль не работает. Ой. Работает. 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 Немножечко влагов на сердце, и которые качествуют. Так вот. Очень кажется скучным и скучным работать, когда ваша работа грустная, скучная. Да, есть компании, которые устраивают вечеринки, дают денег, заказывают пиццу каждую разную. Я слышала, как работать, в каком году идут пиццы, там кажется очень весело. Но есть компании, где не весело. И вот тут стоит что-то делать самостоятельно. Хотя бы для своей личной команды. Например, очень классная система 30-дневный челлендж. Прием мало кто услышал. Я уверена, что у вас человек 2 марта, мы про него слышали. Но хочется это его. Можно прямо поговорить, он там будет. Это что будет, где каждый день надо делать какие-то новые штуки. Например, в один день вы должны написать этот тест, что очень круто и профессионально. А в следующем день вы должны сфоткаться с командой, подпрыгивая. Что должен немножечко ободрить. И так каждый день что-то новое. Кажется, что это очень много. Учуствует себя в детском саду. Но это на самом деле тоже весело. Какая-то дурацкая традиция. Ну и ставить новые задачи для команды. Даже если ваше начальство считает, что это бред собачий. Это тоже весело. И они могут потом узнать, что оказывается это не бред, если вы написали только тайну автотеста. Мы, например, сейчас иногда пишем тайну автотеста, а мы об этом не рассказываем. Потом говорим, смотрите, а вы даже не кучу банков. Неожиданно как. Ну и собственно учиться новому. Очень здорово учиться новому. Ставьте себе задачи. Ставьте себе чележи. Ставьте своей команде. Обмен проектами. Я думаю, многие слышали про концепцию обмен проектами. Но если вы не слышали, не торговали, очень советую попробовать. Например, если у вас в компании уклинились ровшими проектами, вы можете меняться периодически. То есть, например, вы можете сегодня один из Терзоёстов и Янро, и потом меняются все. И сразу начинаются опросы, недопонятки, все обосянуты много. Очень прикольная тема. Ну и, собственно, веселье на работе, бодрые причинники и все такое. Я думаю, не надо описать, но не забывайте про это. Даже если вам кажется, что не так нормально, то в вашей команде могут, например, считать, что нет. И они потом уволятся, а вам это не надо. Ну и, опять же, немножечко банков на нашем экране. Вот там должна быть классная цитата, которая пропала. Но эти цитаты, я думаю, вам знакомы, точно так прекрасно и хороши. Эти цитаты, которые я слышу каждый день. И, собственно, токсичность – это одна из самых больших проблем в контроле качества. На мой взгляд, я не думаю, вот как раз все, что до этого я говорила, оно может относиться ко всем остальным профессиям. Но вот это – это наша тема. Я каждый день, конечно, слышу всякие радости. Мы выпускали прекрасные статьи на Хабре. Где были отвратительные комментарии про то, что стасировщики – уроды. И это происходит каждый день не с вами на работе, если у вас плохие еще срабочие. Ну, не плохие, они, может, просто не знали, что мы делаем. Но это не влияние. Вот это очень грустно. Все это очень печально. И мой вам совет. Не надо, конечно, спорить с комментами. Это никому не нужно, потому что мы все муфимы. Но, по крайней мере, в вашей компании надо спорить. Надо доказать этим людям либо действиями, либо словами, либо просто не поругаться с ними, например, если они совсем открыты. Что женщины-тестировщики – это нормально. Что программировать мы, скорее всего, умеем. Мы умеем делать только всего, что вам даже не снилось, что не программировать. А мы умеем делать огромное количество всего. Ну, собственно, тестировщики ничего не умеют. Я думаю, ему не надо объяснять. На самом деле, мы умеем очень. Вот всего просто люди об этом не знают. И наша задача – рассказывать им, что мы делаем. Один из вариантов, кстати, как с этим бороться, почти у всех есть теоретические метаты на работе, где все рассказывают, что мы делали, заборкался. Какой такой, тестировщик, почему-то никого никогда не забыл. Так вот, приходите и рассказывайте. Даже если они не хотят, прийдите и расскажут, что мы сделали, и тот, и тот, и тот. И предупратили кучу слов, потому что обычно разработчики, ну и менеджерский состав, они видят, что багов нет. И такие, хорошо. А если мы вам расскажем, сколько багов нашли, до того, как все попало в рейс, и что это ваша работа, вы выполняете ее хорошо, то это очень важно, на самом деле. Просто надо не бояться. О, а вот оно. Не взяли сюда подчетнее. Так вот, это, как раз, одна из самых частых вещей. И немножечко про смену работы. Я говорила вам про смену работы, и я хочу поговорить о том, что очень важно, энергетически менять себе в работе в плане именно части. То есть вы можете работать в банке, потом идти в стартап игровой индустрии и поймете, что вы ничего не знаете. Потому что правила игры везде разные. Везде разные процессы, везде разные правила игры, везде разные коллеги, стандарты. Так что, попробуйте. Ну, например, я могу сказать, что это в моем случае очень помогло. Ну и опять же, можно менять работу не только в плане смены именно специализации, но можно менять свою направленность. То есть, поработали в Uber, ушли в iOS, ушли в Android. И тоже, опять же, объясняется, что везде все разное. Да, есть риск, что если вы уйдете, например, из тест-аналитика нагрученное тестирование, вы можете уйти в неделю, потому что, ну, вы не знаете, как просто нагрученное тестирование. Но можно делать это очень постепенно. И, фриланс, моя любимая тема, я знаю, что она немножечко не популярная в России, не знаю почему, возможно, кому не нужны деньги, но это очень классная вещь, не только за деньги. И, да, конечно, есть минусы, что у вас скончается время, у вас нет личной жизни, но ничего страшного. И, да, вы можете развиться в новом направлении, в котором вы такими работали. Например, если вы хотите попробовать уйти в другую сферу, вы можете не уходить, а переползать потихонечку через фриланс. То есть, вы можете работать на какую-то компанию пару часов в неделю, а потом их будет больше, 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 потом они будут счастливы и отрывать вас с руками ногами за два раза больше денег. Такое бывает, честно скажу. Во-вторых, вы понимаете, насколько важность вашей собственной ценности. Объясню, что я имею ввиду. Многие люди, которые работают в своей одной компании много лет, начальство начинает считать, что все идет как должно. Собственно, как в отношениях, уже приходят, ты никуда не денешься, все хорошо. И вы понимаете, что вам грустно, потому что у вас об этом не ценит. Но, если вы попробуете поработать в фрилансе, и потом после этого вам будут возвращаться либо эти же спорные заказчики через какое-то время, либо они будут приходить какие-то другие люди и говорить, что слушай, нам вот из такой компании мне сказали, что вот ты классно тестишь, может и нам все потестишь? Думаешь, слава богу, кто-то меня ценит. И это потрясающее чувство, когда вы понимаете, что вас ценят. Так что, очень советую попробовать. Действительно. И я сейчас говорю, даже не в фрилансе, в больших компаниях и на сайтах не фрилансов там довольно очень печально, потому что там есть индустрия. А это, как бы, конкуренция сложная, потому что они стоят 5 долларов в час. Но, вы можете попробовать на российском рынке взрываться между... особенно, советую обратить внимание на рынок тех, кто вообще не знает про тестировщиков. Они вас и не позвали, потому что они просто существуют, что вы существуете. Обратите на них внимание. Особенно, смотрите сегодня, познакомиться с нами. Я вижу много таких людей. Ну и опять же, предпосылки к работе на зарубежном. Многие из нас хотят переехать в другую страну. И можно, опять же, попробовать сделать именно таким способом. Попробовать на фрилансе, на фрилансе набрать от зарубежного тестирования, и потом уже в академию у вас будет описано, что вы работали международной компанией. И все будут приятно работать. Значит, знаете, англесики, умеете работать с иностранным наказчиком на этих особенностях. Опять же, развитие очень крутое, очень необычное, когда вы работаете с кем-то. То есть, вы думаете, что вы знаете англесики, я попробую начинается работать с кем угодно. Пробую англесики вы понимаете, что англесики хотят только пять штук разное. И это, опять же, челюсти, очень классно. Ну и денежки. Денежки тоже классно. Ну и приближаемся к финалу. Задачи смертных отделов. Очень тоже неадкая штука. Я не знаю много людей, которые это делают, но я советую всем это попробовать. Если вы хотите научиться чему-то новому, например, аналитике, вы решили, что я хочу попробовать в аналитике, потому что я тестирую аналитику, я хочу попробовать узнавать, откуда же она вернется, почему же такая, и что с ней делать потом. Можете попробовать подойти к вашим аналитикам. Очень нежно, очень мило сказать, можно ли я возьму ваши простые задачи, помоги мне. И я еще не раз увидела человека, который, если к нему подойти, и сказать, ты бог аналитики, помоги мне, скажет, не, иди нафиг. Все помогут, тем более они смогут, так и давать вам постые таски. У вас после этого появится опыт в аналитике, а у них станет меньше простых таск. Идеально для всех. Так же советую попробовать. После этого вы сможете еще написать, что у вас есть опыт работы еще такой. Ну и опять же, если у нас консистерство 20, например, то же самое менеджерство, то будет вам больший плюс, если вы знаете много разных частей в общем сферы IT. Ну и опять же, повод общаться с коллегами. Ну и моя любимая часть работы образования. Конечно же, я сделала слайд с металлогии, но это, как бы не только металлогия, я очень советую пробовать, если вы хотите делиться знаниями, если вы любите свою профессию, если вы чувствуете, что вы хотите помочь другим людям восстановиться с ними, вы можете попробовать правильно оставить чисто внутри компании, если у вас большая компания. вы можете стать получим, например, объездить, ну ауди, как бы помогать другим компаниям становиться. И третьих, вы можете сделать как я, вы можете начать преподавать тестирование, например, если вы чувствуете, что вы можете этим делиться, вы хотите, чтобы войти, если уж кто-то захотел попасть в войти через тестирование и понял, что хочет стать тестировщиком, помочь ему стать хорошим, классным специалистом в контроле качества. Это очень мотивирует и очень радует, потому что я сначала с сомнением к этому отнеслась, я не была уверена, у меня, конечно, педагогическое образование, но я думала, что это все-таки скучно. Так вот, каждый раз, когда мне приходит человек и говорит, что меня взяли на работу, я уехала из сыгранья, и теперь я в Нью-Йорке, и я получаю за это деньги, я счастлива, я понимаю, нашли пиадрис, если не зря, я не зря работаю, я не зря работаю в офисе сфере. Ну и профильные конференции, опять же конференции, метапы и так далее, вы можете попробовать их организовать, вы можете делать это и бесплатно, и платно, и на силу, и в вашей компании, если это большие компании. Это классный способ привлекать наших много специалистов к вам. Так что обратитесь на это внимание. Встреча профессионалов, и это тоже, опять же, классная штука. И я сейчас говорю про встречи профессионалов именно не только метапы, но и, в принципе, какие-то вот отдаленные такие мероприятия. Ну и последний пункт моего прекрасного списка это членосердечное признание. Иногда стоит просто сказать после всех этих третий пунктов «но», честно сказать, я не хочу быть специалистом по качеству. Это не мое. Я пришел сюда ради IT, я поработала 10 лет, я больше не хочу. Просто мне это бесит, как сказать. У меня есть разработчики, я хочу печь булочки. Так вот, иногда стоит честно сказать себе не учит ни ваших коллег, ни вас, никого. Стоит заняться чем угодно, аналитиками, менеджментами, разработками. К чему вам пишет душа. И иногда это все-таки уже не IT. Но всегда помните, что даже если вы уйдете из IT, эти знания вам очень-очень пригодятся. Они будут вам очень полезными, интересными. Так что не забывайте про это. И, собственно, во-первых, я хочу сказать вам и пару шуток советов, чтобы прочитать. Эти книги стоит прочитать и тем, кто уже работает тестировщиком, почему бы их не прочитал. Не знаю почему, прочитайте, пожалуйста. А во-вторых, именно эти книги я советую лично. я знаю, что ему со мной не согласится. Но я думаю, что именно эти книги стоит прочитать разработчикам, менеджерам и прочим-прочим всем, тем, кто есть, кто работает вместе с вами. В конце концов, даже ваши бабушки или родители не поняли, что вы делаете. Именно эти книги помогут вам рассказать, почему, собственно, искусство – это тестирование, и тестирование – это искусство, почему очень классно темноражаю, и так далее. В общем, очень советую прочитать и подумать. Ну и, собственно, хотела рассказать немножечко о философии. Так как у меня все-таки немножко еще осталось время, и у нас совершенно осталось, я хочу сказать вам про то, что почему еще, опять же, стоит руку вашему начальству, что тестирование – это не скучно и неинтересно. Во-первых, можете напомнить, что даже если вы считаете, что тестирование – ужасно скучная штука, ну, по крайней мере, не мешайте мне делать мои скучные штуки, не лезьте в этом, потому что это сэкономит вам подробное количество денег. Я сейчас говорю не про вас, специалистов контроля качества, а про заказчиков продукта, про бизнес оумерф и прочих. Почему? Простой пример – если вы найдете бак, например, платежной системы, который, например, нельзя покрыт тестами, а блоки, например, платежной системы нельзя покрыт тестами, то вы сами понимаете, что произойдет, когда этот бак будет на прозе. Например, я вам сказала, что не так давно мы запускали новый сервис с новыми оплатами, и вот почему-то разработчики, которые делали этот продукт, которые специалисты по разработке платежной системы, специалисты по их интервью, менеджер специальный, который занимается платежной системой, почему-то никто кроме меня платежной системой можно в Chrome встроенной IP платежной системы сохранить карты. Да, очень классно было бы все это покрыть тестами, но если никто кроме вас не имеет экспертизы, а тестировщик имеет огромное качество экспертизы, которую они ходят своим опытом, никто не узнал и потеряли огромное количество денег. Потому что по статистике, например, каждый пятый пользователь платит именно так. Поэтому стоит всегда упоминать людям, которые не понимают, что вы делаете, рассказывать им про это и так далее. Вот. А что же еще могу вам сказать? Я думаю, все-таки пора про вопросы. Потому что, кажется, мое время уже начинает достигать. Да? Давайте перейдем. Да. Традиционные вопросы и в приложении задавать, и все. Так что я постараюсь иметь, если смогу. Вам нужна помощь? По микрофону. Да, просто нормально. Давайте у нас первый есть человек. Мы сейчас попробуем микрофон и сделаем по микрофону. Да? Хорошо. Как вы поняли, моя секция более философская, поэтому я больше по философским вопросам и так далее, а не по процессам. Вопрос вот в чем. Вообще говоря, профессия тестировщика не такая скучная, как вы правильно заметили. Она, я же сказал, очень-очень плотная. В связи с этим вопрос такой. Как вы набираете кадры по каким-то, так сказать, метрикам и так далее и вот насколько зарегламентирована работа тестировщика? То есть один творческий человек первый пропустил моменты какие-то, а вам потом только разгребать и указывать, я понял, что вы сменили направление, то есть вы как-то хороводом этим управляете. Да. Да, все верно. Вопрос действительно хороший, потому что, конечно же, именно тут очень творческая прогрессия, и тут, да, бывает сложно найти специалисты, но я, по крайней мере, для себя поняла, что, во-первых, я стараюсь выбирать человека, который подходит именно на определенной команде, в которой он будет работать. То есть, если уже есть супертехна, который сидит и пока он не проверит все-все-все-все-все, он не встанет, например, будет ночевать на работе, но при этом лучше выбирать тогда еще кого-то, кто будет его выравнивать в плане безумных совершенно необычных идей, которые никому не пришли в голову. Это во-первых. Во-вторых, да, я стараюсь все-таки находить людей, которые, ну, естественно, это зависит от того, от квалификации, которую мы ищем. То есть, нужно и требования на лида руки, но при этом, мне кажется, очень важно, во-первых, задавать, ну, помимо базы стандарта, то есть, естественно, человек должен знать, что такое баг, что такое, тест-сюб и так далее, то это очевидно, на мой взгляд. Помимо этого, он должен уметь отвечать на нестандартные ситуации и, ну, я не говорю стресс-тестирование, но я имею в виду неожиданные вопросы, которые, как правило, не задают на работу. Могу привести на самом деле простой пример, кажется, немного пошлым, но очень забавным. Я, когда работала в мэре, у нас была команда из, по-моему, 25 человек, я не помню, что очень, но при этом, в какой-то момент получилось так, что у нас был один мальчик, все сдали их девочки. И когда приходили сотрудники на собеседование после всех-всех-всех хороших вопросов, поясняющих, что я единственный специалист, я говорила, вот я хочу искать нашей компании, у нас есть плюшки, у нас есть смузи, у нас есть фонзалы, а еще наша команда стоит из девушек. Как вы к этому относитесь? Вам может показаться, что, ну, в министерных дел, я вам тут рассказываю половину девушек в зале, но половину мужчин вставали и уходили, и говорили, мне же магида решили, или я с бабами не работаю. Казалось бы, но при этом, например, это неожиданный вопрос, потому что кто стоит задавать какие-то странные вопросы, но при этом отселась куча людей, которые просто не способны так работать. А тут, например, сказал, «О, мне какая радость, это человек я видела». Вот. Так что надо подходить к творчеству, собственно, и стараться искать баланс, то есть именно номерами тех, кто нравится тебе. Потому что очень часто бывает, что мне нравится, человек мне нравится, нравится мне специалист, а человек нет. Но я знаю, что моя команда, он познависит, или она. Вот. Потому что я стараюсь искать баланс между творчеством и хардск-классом. Давайте следующий вопрос из приложения. Есть ли польза от ISDQP? Хороший вопрос. ISDQP, если почему-то кто-то не знает, это сертификация. Польза от ISDQP есть, конечно, но их много разных польз. Если вы работаете в компании, где не нужен сертификат, например, то вы можете получить эту сертификацию просто для себя, например. Можете проводить адресы для того, чтобы, ну, успокоить свою саму уверенность. Многим придают свою уверенность. Если вы хотите свалить страну, где обязательно начинается сертификация, но я вам отвечаю на вопрос, без этого никуда. Так что я вам советую подумать, зачем лично вам она нужна. Если вы поймете действительно, что нужна, то лучше сдать. Или хотя бы как минимум прочитать ее, подготовиться и ждать. Тем более сейчас часто можно сделать по-другому. Следующий вопрос. Спасибо большое за доклад. Мы разобрались в принципе, как вернуться в сознание после того, как сошли с ума в подобразии. Да. Но есть один маленький вопрос. С самого начала мы учим. Одна просит откуда? Мы же тестируем, мы же ИГУА. Да, я могу сказать, это правильно. И и с tremendously я всю следующий вопрос, такой, thank you LGBTQ POB. Я понимаю, да. Я например с той стороны что я поняла, что, во-первых, со всех сторон мне об этом говорили. Я пришла тестированные с нуля. И я не знала про тестирование до этого. Меня окружали вот те самые blessечные люди, которые мне говорили ты делаешь что держим каждый день, и я начала думать что это действительно так. Я начала сводить сумачу и я поняла что в тело Sup Cos ada поисковку Уже все. Крыша моя уже, наверное, на канале вернется. В момент, когда я узнала, что я руку вожут в отделу хрень зная, сколько человек-пестимовщиков, и меня не позвали на встречу по качеству. Там был этот человек-бас, но не было ни я. Я поняла, что из-за того, что люди не знают, что я делаю, не знают, что делать, не думали, что мы делаем регрессию, только это, я поняла, что надо с этим бороться. И вот это как раз мой опыт за последние уже несколько лет, как бороться с этим, и как сделать так, чтобы ваша команда не застряла в том же, что я в болоте. Потому что люди застревают в болоте. Давайте перед следующим вопросом, тут Елена в чате написала, а можно, чтобы подняли руки те в аудиторию, кто тестировщики? Давайте действительно проведем такое. Кто тестировщики, а опустите руки, кто пишет… Давай, это уже… Кто же занимается ручным функциональным тестированием? Ага, то есть остальные автоматизированные? Ага. Елена, надеюсь вам понравилось. Следующий ответ. Не авто тестирование, не авто тесты, не очень. Давай, а что еще? Кто ответил на этот вопрос, дали зал этому. Да, кто занимается не авто тестами? На самом деле можно проводить, например, я могу сказать, что я сейчас в компании провожу еще тесты на живых пользователей. То есть я не сделаю ручный тест, я ничего сама не делала, но я приходят люди, которые не пользовались нашим сервисом, и пробуют. То есть это вот КСДЕВ такой. Вот это, в принципе, тоже отчасти тестирование общего понимания и контроля качества. Чтобы вы понимаете, что вы не учили. Например, что не нравится этим пользователям, которые не ваши пользователи, и почему они не ваши пользователи. Это тоже работа контроля качества в общем таком большом понимании. Они тестировали руками? Они, по-первых, точно не руками тестировали. Они даже не знают, что такое тестирование. А теперь сейчас давайте еще один вопрос из чата. Если в компании нет штатных тестировщиков, как настроить тестирование? Вопрос хороший. Во-первых, понять, кто это задает, почему вы решили, что вам нужно тестирование, можно заняться тем же самым, например, который объяснил вам, зачем вам нужны тестировщики. Можете позвать меня, я вам расскажу. У нас здесь будет доклад про аудит. Да. Ну, это как раз доклад будет про аудит. Я думаю, как раз там он и расскажет про это. Хорошо. Давайте еще. Да, из зала. Сейчас я буду постепенно. Спасибо за доклад. Очень вдохновляющий. Хотела бы узнать, вы в команде у себя проводите такие доклады, и как часы? Ну, чтобы людям показать, что не все так плохо, и вы такие волосы и дискуссиями. По ней команды в данный момент, и предыдущих, у нас есть практика, я девочкам, ну, у меня сейчас так получилось, что у меня такие девочки, я пишу им, что они чувствуют, что им не хватает опыта, чего им не хватает, где у них пробелы, я стараюсь рассказывать им, например, раз в две недели, вот, про эти пробелы. Прошлая моя компания, то есть, у нас была практика, что мы раз в три месяца, не я сговариваю ее слухами, а кто-то кому что-то рассказывал, а мы делаем, например, каждый месяц, кто-то должен сделать рассылку за какой-нибудь подбор, чего не будет, или какую-то тему, про какое качество, как вариант. То есть, можно проводить в разных романах, потому что кто-то любит поговорить, кто-то любит почитать, кто-то любит видео посмотреть. В общем, надо посмотреть по вашей команде. Ну, спроводить, то это будет. Вопросы напоминаешь, да? Потом будем отбирать самую руку. Да, я все помню. Следующий. Спасибо за доклад. Вы, начальник, сказали, что вы на двух работах и в тысячах филансах. Как не сойти с ума? Как вы с вами планируете оборудование? Хороший вопрос, про претендерию к Полину. Ну, в моем случае, было два простых классных решения, как не сойти с ума. Во-первых, сделать все, что я сказала. Точнее, три варианта. Делайте все, что там было написано. Во-вторых, разболитесь. И третье, берете филпотеку. Видимо. Ну, и любить свою работу. Это самое главное, на самом деле, чтобы не зайти с ума. Любить свою работу, понимать, что вы делаете. Вот и все. Я здесь точно так же абсолютно работаю. Обязательно продолжусь фриланс. У меня проблемы с личной жизнью, потому что, чем больше работать, тем меньше личной жизни. Да-да-да. Для кого нужно? Да, естественно. Давайте следующий вопрос. Еще раз спасибо за доклад. Так как затрагивалась тема с твитисом, хотел спросить именно про мотивацию в тестировании. Существуют ли какие-то KPI? Как вообще следить за тем, что у тебя ресурс не гоняет что-то? Ну, тема с KPI сложная, особенно в тестировании, потому что это такая спорная штука. для многих команде мотиваторов, в том числе и для меня, именно с системой KPI, потому что вы внедрите его в тестирование. Я слышала, как это можно делать, мне лично это не очень нравится. Но метрики очень клевая тема, потому что если у вас, ну, почти любая штука типа жира, туда можно внедрить нормальные метрики для тестирования, которые будут помогать вам, например, посмотреть, что вы. если, например, вы задали. Можете сами, например, для себя поставлять, сколько часов это нужно тестить, и потом ты поставляешь, например, сколько ты ее тестил, и если ты вот в конце месяца понимаешь, что все очень плохо, и все не сходится, то это повод подумать, что тебе не хватает. Или, например, как вариант, я работала в Иве, и там мой руководителем был Реша Петров, и, может быть, кто-то про него слышал, который все время так клубик ходит в трениках, вот это Реша Петров. Так вот, он был моим руководителем, и он внедрил очень классную штуку, именно для этой части. То есть он сделал так, что можно было в конце дня ты должен был написать, что ты делал весь день. То есть не смысле ты обязан сколько часов тестить, там надо было 6 часов в день, а заранжировать, что сколько часов тестировал, сколько часов занимался обучением, сколько настроенный, столько тем-те-те. И в итоге было видно, кто, сколько на что тратит время. Например, если каждый день все тратят по часу на настройки оборудования, то что-то надо с этим делать и всей компании, или в определенном человеке. В общем, к этому моменту можно подмечать такие метрики, от которых не зависит, например, зарплата, но от которых зависит движение вашего отдела, его развития, либо вас лично. Еще один вопрос к нас. Спасибо за доклад. У нас вопрос такой, если мы говорим про стартап, уменьшим для работы среди. И мы понимаем, что у нас будет реал тестирование, например, мы как разработчики можем сайт тесты. И вот как, например, интересует именно ваша позиция при стойке штат, маленький стартап, например, 5-6 человек, подбрать, соответственно, отдельного человека или вообще все отдать на филанс или самому сайт? Смотрите, зависит от того, во-первых, вы можете, опять же, как мы уже говорили, вызвать какой-то аудит и понять, сколько у вас вообще нужно, во-первых, что вы хотите от специалиста по качеству, хотите, чтобы он проверял работу с работчиками или хотите, чтобы он дал вам большее. То есть объяснил вам что-то по процессу, что какие-то косяки. То есть я, например, работала в стартапе, могу сказать, что я пришла в стартап, где уже вышла, то есть они уже вышли на прод, то есть они уже продавали, наработали деньги. У них было на тот момент 7 человек в команде, но при этом, когда я вышла к ним первым, единственным на тот момент, собственно, специалистам по качеству, выяснил, что они, у них нету девок, у них есть только прод, у них нет стейджинга, они все делают сразу прод. И когда я вам об этом сказала, они такие, ну, мы не знали, что так надо. Я подошла к разработчику, говорю, ребята, вы вообще думали, чем вы думаете? Они такие, ну, нам было так лень принимать стейджинг, а просто нас никто не просит, и так нормально, целый год. А у них было ненормально. У нас так же было. До выхода рамков в хоббстор, про дектотест. В общем, я советую все-таки подумать на эту тему и хотя бы на фриланс кого-то начало нанять, а потом понять, если вы как минимум, если вы какими-то найдете на аудит или на фриланс, вы можете увидеть, что даст вам этот специалист, и, наверное, в основе этого сделать выводы, с чего вы недосчитались, например. То есть, ваше мнение отдельный человек, а самим вообще тест не писали? Нет, еще нет тестов, разработчики пусть пишут. Ну, понятно. Если это тест, они могут писать функциональный, пожалуйста, пусть пишут. Но я сейчас говорю, скорее, больше про общий контрольный качество, то есть не конкретно. Ну, то есть, во-первых, про контрольный качество в плане тестирования, даже после ручного, но на основе робота тестировщика, которого у разработчиков нету. Ну и, помимо этого, собственно, просеки типа как подробную систему, про которую кто-то может просто не знать. Спасибо. Вот. Ну, скорее такой общий. Давайте еще после зала потом из приложения возьмем. Давайте. Спасибо за докладность. Белую нитью вообще через многие конференции сейчас проходит выгорание. В том числе и ваш доклад, так или иначе, касается выгорания в данном случае тестировщиков. Но у меня есть пример обратной ситуации, когда тестировщик являлся причиной выгорания команды. Когда, ну, все знают, баги есть везде. И тестировщик находит баги, возвращает, и так продолжается этот блок, что разработчик начинает уже думать, что, ну, я профнепригоден, скажет, что у меня не все плохо и вообще пора увольняться, и что, пора еще. Так, знаешь? Ну, в таком случае, да, я понимаю эту логику. Ну, во-первых, надо приучить разработчиков, что мы тут научим вага трудимся, и если вот не нет. Во-первых, надо понимать в любом случае, если такая ситуация происходит, надо понять, в чем косяк. Или в отсутствии от тестов или нет тестов. Либо в том, что разработчик просто хреба руки. Потому что, если один разработчик так спрадает, а все стали нет, то, возможно, делают разработчики. Либо уже пример тестировщик, который не очень правильно, ну, ни по классике, ни по стандартному тестированию. Такое тоже бывает. Например, если очень плохая есть такая тактика, когда тестировщик, какой-нибудь большой огромной фичер, он нашел парочку вагов и такой, попая назад. Так дело нельзя. Тест до конца. И я возвращаюсь в софтный вагов уже. И получается, да, этот пелкон, который, например, это звучит совершенно глупо. То есть это такая вот именно психологическая штука, что чем чаще все возвращают, чем больше итераться, тем хуже. Лучше просто сделать, например, меньше итерации еще по полному объему. Но на все-таки случаи все-таки тогда проще. Для начала попробуйте писать рфотесты. Потому что, если у вас есть возможность писать рфотесты, это поможет хотя бы избежать психологического фактора, что этот тестировщик виноват. Это ты как бы машинцами говоришь, что у тебя все красивое. Может быть, так бы попроще. Скинуть все на машину, да? Ну, по крайней мере, они будут бить ногами и переходят потом к сиропчику. А машина? В смысле? Спасибо. В общем, надо провести анализ, анализ, почему это происходит. Может быть, и люди там с течением истории. У нас два следующих доклада. Один про то, как разработчики перестали бояться, беспокоиться и полюбили писать тесты. И все наладилось, будет история. Вот. И проводить еще проекты тоже будет. В общем-то, наверное, интересно на эту сторону. Давайте сейчас твой банк протестируем. Какие каналы о тестировании в Телеграме стоит почитать? Канал тестирования в Куару, конечно же, если вы хотите почитать основу основу Куару. Ну и дальше, на самом деле, стоит зайти в него и посмотреть. Там есть обычно списочек такой прикреплен, в шапке все, что есть в тестировании. То есть, вы можете найти, например, очень классные каналы, которые расскажут вам про то, где плохая работа, где хорошая работа. Вы можете посмотреть, если вы жук джуны и хотите узнать, какого же вы джуновы, вы можете найти чат джуновы. Есть путь даже чата инвестировщиков про сонок тела, которые хотят звонить. Так что тут надо подбирать для себя. То есть это канал по каналах? Нет, он просто общий. Ну, как основу. Как дерево такое. Как дерево. Киви. Киви. Нижний правил. Ага. Я думаю, что всех хороших принял знают. Вот тех, кто нет. Я думаю, что кто спросил меня отсюда, потому что я Телеграммом не особо отказался. Я люблю ходить, работать, чтобы не отвлекался. Давайте еще вопросы из чатиками. Сделяете ли у вас солисты по мануальному и автоматизированному тестированию? Это провокационный вопрос. Я могу ответить к вам почему. Потому что у нас нет автотестеров. Вы спросите почему, потому что я же с ума сошла, как можно будет автотестовать. Сейчас же все автотесты, 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 автотесты. Но автотесты очень классная вещь, если вы не перепиливаете все приложение каждую неделю. Мы это делаем. Мы меняем ход и все приложения, все наши сервисы так часто, что автотесты никакие просто не смогут существовать. Потому что мы видим все кнопки, все функционалы, все аналитику, все постоянно. Потому что мы безумные. Поэтому у нас нет автотестов. Мы у нас пробовали в недели несколько раз, но поняли, что это не имеет никакого смысла. Так что это смартфон в нашем случае. perfekt. А Артему очень интересно, говорили ли тебе в Mail.ru, что вы занимаетесь фитней? Постоянно. есть еще вопросы и завтра отлично я не говорю, что все говорили, что я с 2 фигнирую, но в доме там находиться продолжаем, да, ты еще нормально, все на практике привет, вопрос про курсы, вот в раздатке есть приглашение работать с преподавателями и ты об этом говоришь, а собственно а куда подойти ко мне? нет, там уже есть твой курс да, у нас идет не один преподаватель, потому что мы не хотим одностороннего подхода к преподаванию поэтому у нас, например, есть преподаватели, которые специализируются на разных частях нашего курса то есть у нас в курсе, например, один человек в общем плане, то он все-таки полгода длится даже уже больше, по 7 месяцев в общем, нам нужны преподаватели постоянно ну, как минимум, если тот угодно то есть преподаватель уже по существующему курсу? во-первых, да, но особенно я хочу заметить, что наши курсы, это не те курсы, где вы просто вам дали текст, и вы его читаете, если вы считаете, что нужно что-то переделать, и вы можете рассказать почему, более важно, как переделать вы это можете сделать, то есть у нас, например, сейчас идет очередная операция наших курсов, и мы делаем каждый раз лучше, лучше, что добавляем что-то, убираем, что-то, понимаем, что можно переделать так что, простоная точность в принципе есть если особенно есть понимание, почему что-то надо делать именно так вот спасибо вы сказали, что у вас специальные институты а, да, слышите да, так в принципе и есть, если честно у нас, ну, мы пытаемся внедрить, чтобы были ГЗ четкие более-менее, но в основном у нас либо блок-схема, которую мы разрабатываем либо что-то такое, то есть очень часто бывает так, что например, сейчас мы разрабатываем новый большой проект, и у нас вообще нет ГЗ где-то справиться на, ну, примерно 40 сервис где пойдется одно, это БК, естественно вся документация вмещается на ПАЛИ-104 и, как бы, и, в общем, просторно для специалистов очень много в таком приеме потому что, у нас просто мало документирован потому что мы очень часто меняем наш сервис потому что мы часто понимаем, что уходится в бюроцервер, мы очень эксперименты на самом деле наш сервис, у нас половина сделана из экспериментов то есть, когда вы можете включать сюда, можно включать драк и на сервисе можете в звездочку включать разный эксперимент, перепрегионировать поэтому просто нет смысла вот это все прогонять потому что эксперименты меняются то есть, если какой-то сервис вот какую-то часть эксперимента побеждает то МКО астрологи просто выбирают и так постоянно меняется все то есть, то есть, во-первых, влияющиеся товаром проявлять глобальные ошибки А навершить глобальные какие-то ошибки, ну, мне так, что тяжело, я думаю, оцениться в своих Да, все равно, но, например, я могу сказать, что в нашем проекте очень хорошо вошла методика системы «Ненастоящих листов». То есть, мы, например, в нашем отделе занимаемся менеджерской работой, потому что у нас не очень много менеджеров в классическом понимании, мы занимаемся отчасти менеджерской работой, которая проявляет, что сейчас включено, что выключено, что есть, какие сервисы вообще внутри нас, какие ошибки могут пойти не так и так далее. То есть, синхронизация занимается, например, в данный момент будет. Потому что, ну, почему бы и нет. Здесь никто не спорит с ним. Не говорю, что единственная бантика, скорее всего, многим кажется, она совершенно неверная, но это зато дает постуру тоже, что на оборудовании будет ваша папа.